Каждый из вас, наверное, ощущал чувство неловкости, когда вы выходите дома, забыли мобильники, начинаете себя хлопать беспомощно по карманам, потому что вы чувствуете себя незащищенными в этот момент. Но у вас есть ключи, у вас есть деньги, нет интернета с собой. То есть вот это проникновение информационной среды, информационных технологий сделали то, что мы теперь на самом деле существуем в информационной среде, мы без нее не можем. Естественно, мы хотим в этой информационной среде получать информационный продукт. Для этого интернет нам предлагает набор из всего, что можно. Наши требования, чтобы скорости были повыше. Мне очень радостно вот с вами поделиться данными. Наши коллеги из Датского технического университета прокачали по оптоволокну поздней весной этого года, установив мировой рекорд 43 терабита в секунду. Чтобы вы себе представили, 10 тысяч фильмов в хорошем разрешении за одну секунду с одного сервера на другое. Или по-другому для всего мира. Миллион пользователей у каждого 43 мегабита в секунду. Прекрасная картинка, высокое разрешение, телевидение онлайн. Представляете, миллион человек. Но что же за этим стоит? Кроме скорости за интернетом, за вызовом интернета? Возьмем бытовые приборы. Я называю бытовые приборы и смартфон бытовой прибор и холодильник. Мы пользуемся ими в быту. Давайте посмотрим на то, сколько тратит бытовой прибор в год. Итак, холодильник класса А+, 124 кВт в год. Мобильник, смартфон при не очень интенсивном использовании 360. По сути дела, эквивалент по расходу энергии 3 холодильника. Но ведь смартфон даже не охладит вам пиво. Понимаете, что происходит? Происходит то, что информационный трафик, транспорт информации потребляет гораздо больше энергии, чем транспорт людей, товаров, вещей, материал вместе взятых. А ведь информация невесома. Почему происходит такой огромный затраты энергии, так велики? Это не потому, что устройство такое. Современный айфон потребляет 5 кВт часов в год. Мало. Они совершенствуются. Это потому, что когда вы достали смартфон и легким движением включили его, вы задействовали огромное число станций, серверов, облачных технологий, которые тратят энергию, потому что они ежесекундно, ежеминутно ждут вашего включения в эту систему. Итак, что мы имеем? В прошлом году интернет отъел у пирога мирового производства электроэнергии 10%. И эта доля будет расти очень быстро. Гораздо быстрее, чем сейчас. Потому что нам нужно больше трафика, а электроника, как наука движения электронов, подошла к своему пределу. Она не может обеспечить очень быстрый рост энергоэффективности приборов. Итак, что мы можем сделать? Давайте попробуем заменить везде движение электронов на движение фотонов. Но фотоны — это частички света. Они почти такие же, как электроны. За одним исключением, что у них нет электрического заряда. Это означает, что, вообще говоря, с ними очень тяжело разобраться. Когда у нас была электроника, двигались электроны, маленькие легкие частицы, они быстро движутся, передают информацию, приложили поле, остановили, повернули, все, что надо. А с фотонами не так. Вот смотрите, это я сделал, я бы сказал, конечно, что я сделал несколько дней назад. Но согласно нашему ведущему, я прилетел только вчера. В солнечный день нам нравится ощущение света, которое формирует солнечные облики на стенках. Это так здорово. Мы чувствуем вот окрыление. А теперь, представьте, мы хотели бы это сохранить, как клубнику, в пакет. Собрать все фотоны, которые устраивали нам эту картинку, поместить в этот пакет, завязать его в холодильник или куда-нибудь вечером. Открыть пакет и насладиться. Но не картинкой, потому что я ее сделал, я могу ее увеличить, повесить на стенку. У меня не будет тех эмоций, я знаю эта картинка. Я хочу видеть солнечный свет. Так вот уже на таком уровне, чтобы схватить фотоны, продержать их несколько часов. Уже проблема. Так эта проблема вот у нас с вами, здесь, на таком уровне, где оптоволокно делает все задачи. А теперь мы хотим пойти на уровень нашего мобильника. Мобильник — чисто электронное устройство. Значит, там движутся электроны. Понимаете, задача теперь сделать так, чтобы там двигались фотоны. Они летят со скоростью света, они такие быстрые, они невесомые. Это значит, мы им можем передавать гораздо больше информации с меньшими затратами. Опять проблема одна та же самая. Мы не можем просто так сюда запихнуть оптоволокно, он не будет работать. Потому что фотон, я уже говорил, он не имеет заряда. Представляете, вот вы хотите надеть упряжь на что-то, на фотон, на электрон. Вот когда частичка электрон имеет заряд, это, по сути дела, в частичке есть такие два крюка. Вы подошли с упряжью раз и можете ее управлять. А фотон гладенький, у него все такое сплошное, не выбоинки, ничего. Наденьте уздечку. Значит, нужно что-то другое. Я вас сейчас познакомлю с некоторыми примерами, как мы стараемся управлять фотоном. Смотрите, первый пример. Мы берем стекло. Стекло все знают, прозрачное, оконное, к примеру. Мы сверлим в стекле дырочки. Дырочки, когда вы просверлили, это в воздух. Если дырочки просверлили специальным образом, упорядоченно, то две прозрачные среды, стекло и воздух, вместе становятся для фотонов непрозрачными. Вы делаете зеркало. Из этих зеркал вы можете сделать дорожку, вот как здесь. И фотоны пойдут по этой дорожке. Никуда им вздумается, а только вперед. Второй пример с цветом. Это более простой пример. Если на поверхности есть некие оборозки, как, например, на компакт-диске. Все видели. Играют цвета, бликует радуга. Классно, красиво. Что бы сделать нам, чтобы цвета не менялись. Я вам сейчас покажу картинку. Это сделал корейский профессор Юнг Шин. Вот этот глубокий, насыщенный голубой цвет, он на самом деле приданной этой системе стекло. Это стекло, прозрачное и бесцветное. Более того, оно толщиной 2 микрона. И поэтому вот эта вот штука выглядит как тряпочка. Она гнется. Но вот этот глубокий, насыщенный голубой цвет приданной этой структуре, только благодаря тому, что там вот есть какие-то палочки, кубочки. И этот цвет очень похож на цвет крыльев этой бабочки. Кстати, бабочка служила прототипом, точнее, структура ее крыльев служила прототипом для создания этой структуры. Движемся дальше. Мы можем взять пластик и придать ему, например, какую-нибудь окраску, цвет. Для этого мы можем не сверлить дырки в пластике, а нанести на него частицы. Это алюминиевые маленькие частички, наноразмерные. Мы подбираемся к понятию нанофотоника, потому что это наноразмерные частички. Они очень маленькие, 10, 20, 30 нанометров. И в зависимости, как густо мы их посадим сюда, мы будем иметь цвет пластика. Это не пигмент пластика. Пластик будет какой-нибудь там зеленый. А выглядеть игрушки, например, или какие-то изделия из пластмасса будут вот таким вот образом. На них можно нанести рисунок. Если мы продолжим со структуризацией, понимаете, здесь уже наступает период трехмерной структуризации. Вот представьте тоненькие полоски, вот как сэндвич. Один диэлектрик, второй диэлектрик, один диэлектрик, второй диэлектрик. Толщина 10-20 нанометров. Когда свет, фотоны подлетают к этой структуре, они не могут обнаружить вот эту структуру. Они ее не видят, она слишком мелкая. Как вы не чувствуете ничего на стекле? Если вы посмотрите в микроскоп, стекло шершавое, но ваши пальцы этого не чувствуют. Так и здесь. Фотон подлетел и увидел однородную структуру. Если мы смешали два диэлектрика, ну, видел диэлектрик. А вот если каждый второй слой или каждый первый, как считать, будет, например, золото, то вот здесь структура будет обладать странными свойствами для фотона. Когда он подлетит с одной стороны, фотон увидит, что это кусок металла. Что сделает фотон отразиться? Когда он подлетит с другой стороны, он увидит, что это кусок диэлектрика. Он пройдет. То есть мы получаем вот эту уздечку, мы можем затормозить фотоны или отразить, или пропустить. Дальше больше. Это уже немножко из области фантастики, тем не менее. Мы можем играться с преломлением света. Если вы помните школьную физику, если вы построите, согласно закону преломления луча, как этот луч должен идти дальше, вот здесь происходит все по-другому. Это наша структурированная призма. Смотрите, она не просто преломила свет по-другому, она инвертировала цвета радуги. Она их изменила в порядке. Конечно, это пока теория. Это даже очень глубокая теория, концептуальная. Но нанофотоника, наука, которая изучает, как движутся фотоны и как ими управлять на языке наномира, на очень маленьких расстояниях, она сейчас разгоняется. Она становится движущей силой. И теперь, если говорить о временных рамках, я надеюсь, вы помните прекрасный фильм «Приключения электроника». 35 лет назад. Два персонажа. Один реальный мальчик, второй робот-электроник. Вот если бы я сейчас снимал ремейк этого фильма, то у меня реальным персонажем был бы робот-электроник. А вот фантастическим персонажем был бы робот-фотоник. И теперь следующий вопрос. Хорошо. А очередной ремейк. Когда нам ждать робота-фотоник? Наберитесь терпения. Лет 20. Спасибо.